Сейчас выбиралась новая идеология власти, новая идеология Путина. Она шумом ярко была пропиарена на Малдайском форуме. И я не думаю, что у власти есть хоть какие-то мотивы отступления от нее. Именно исходя из того, что власть чувствует себя сильной, опирающейся на большинство населения, она не боится допуска оппозиции на выборы, не боится их участия, не боится диалога с ними, не боится контактов с ними. Она не мстит, она в этом смысле толерантна, но к более слабым оппонентам, я бы так сказал. Она даже не хочет, у нее нет такого тоталитарного желания, чтобы эти оппоненты, как в советские годы, перековывались и становились на сторону правильного дела. Они пусть остаются оппонентами, но при этом пусть они соблюдают какие-то определенные нормы и признают все-таки власть легитим. Такая хватка регионального управления, которая была в прежние годы, она ослабла. И власти сейчас кажется, что в этом ослаблении нет ничего катастрофического, и это вполне нормально. В какой-то момент начнет появляться, конечно, два фактора. Первый фактор – власть непонятно, как себя сама позиционирует в этом. Ясно, что это ясно было, и говорилось на Валдайском форуме много раз, что нынешняя форма политического самопрезентации власти, а именно партии «Единая Россия», уже, конечно, неадекватна ничему. В том числе даже новому имиджу власти, который возник после этого Валдайского форума. Уже ясно, что Валдайский форум показал, что власть можно, так сказать, хотя бы рукоплескать ей, можно совершенно по-другому, без натужных полусоветских форм декларации лояльности. Это можно делать искренне, это можно делать современно, это можно делать по-американски, а не по советской модели. Даже этому «Единая Россия» уже совершенно неадекватна. И я думаю, собственно, руководство внутренней политики это понимает и понимает, что это надо делать. Во-вторых, становится ясно, что в этой ситуации оппозиция должна тоже как-то собраться, потому что все-таки она странно выглядит, это диалоги с властью. Она не очень бывает, что, собственно говоря, добивается. Она не может уже добиваться, естественно, признания нелегитимной власти, например. Она хочет системно участвовать в политическом процессе, и поэтому она должна признать, что власть все-таки легитимна, потому что иначе непонятно, как политический процесс будет восприниматься. Но с другой стороны, ощущение, что у нее нет какого-то серьезного консенсусного политического предложения. А те, которые есть, скажем, ограничение полномочий президента, переход к какой-то другой форме политического устройства страны, конституционный вопрос, который, как вы помните, тоже дебатировался, это как-то не воспринимается в качестве возможного консенсусного требования оппозиции, которые можно предъявить власти. Из этого становится непонятно, в чем, собственно говоря, оппозиционность оппозиции, если не считать частные какие-то требования левых, националистов и либералов по национальному, миграционному, экономическому и социальному вопросу. Вот в этом, собственно говоря, и структуры оппозиции распадаются. Поэтому, несмотря на достигнутый взаимный отказ от участия в конфронтации, который был, мне кажется, и который все-таки придется признать, в том числе тем людям, которые сейчас кричат много, и придется признать всем сторонам взаимный отказ от конфронтации, я надеюсь, что он будет, потому что он просто позволяет дышать спокойнее, без ощущения, что существуют какие-то репрессии, аресты и так далее. Без вот этого ощущения, что власть нерукопожатна, что ты можешь с ней сотрудничать, потому что... Вот это все уйдет из... вот эта неприятная сторона прошлого года. При этом очень быстро возникнет разочарование в этой либерализации, и это вполне закономерно. Она возникнет и у представителей системных сил, которые уже будет непонятно им, как, собственно, участвовать в политическом процессе от имени власти, с каким багажом, с каким политическим запалом, что ли, если угодно. И, с другой стороны, как выигрывать на региональных выборах, скажем, от имени кого, кого представлять, какую партию представлять. И, с другой стороны, возникнет то же самое и у недовольных. Я даже не скажу, у оппозиции и у недовольных, а, собственно говоря, вот что они хотят, что они представляют. Как им добиться большинства? Хотя бы как выдать свое собственное недовольство за какое-то общенациональное требование? Вот очень важный вопрос.